Тем временем в США не прекращается критика президента Трампа за то, что он поставил страну на грань войны с Ираном, санкционировав убийство иранского генерала Сулеймани на территории Ирака. Трамп отбивается, мол, Сулеймани был террористом, чуть ли не номер один, мол, на его совести гибель миллионов людей и тысяч американцев. И он будто бы даже планировал удары по ряду американских посольств. Именно спасая жизни американцев, Трамп и принял решение о его ликвидации. Дело, однако, в том, что никаких подтверждений всем этим обвинениям не существует. В официальных списках террористов правительства Соединенных Штатов Сулеймани не значился. В гибели тысячи американцев замечен не был, да и ничего конкретного по поводу атак на посольство Соединенных Штатов ни американские спецслужбы, ни министр обороны США сказать так и не смогли. Таким образом, если Трамп надеялся, что убийством Сулеймани он добьется объединения вокруг своей фигуры всей американской нации, то он серьезно просчитался. Не говоря уже о том, что добился прямо противоположного в Ираке, пытаясь усилить там американские позиции, на деле подорвал их. И теперь возмущенные иракские парламентарии уже требуют вывода американских войск с территории Ирака. О последствиях убийства генерала Сулеймани, которое привело к обратному для США результату. В материале Ольги Яковлевой. Мир в панике. Никто не знает, что дальше. Мы можем оказаться на грани войны. Третьей мировой войны. В 20 веке из-за убийства Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского престола, была развязана Первая мировая война. В новом 2020 году мир содрогнулся. Сценарий тот же. Генерал Косем Сулеймани, которого прочили в президенты Ирана, вероломно убит на выезде из аэропорта Багдада. Он был монстром. Теперь монстра нет. Мы убили его. Приказ об уничтожении генерала, возглавлявшего иранскую гвардию, отдал лично Дональд Трамп. В результате авиаудара ВВС США машина легендарного генерала загорелась. Тело Косема Сулеймани опознали по кольцу с рубином, который он носил на пальце. Иранский генерал официальное лицо. Он приехал с официальным визитом в соседнюю страну, в Ирак. Об этом все знали, естественно. Его убивают прямо в аэропорту. Это акт международного терроризма государственного. Причем, я хочу сказать, это не моя оценка. Это оценка Организации Объединенных Наций. Тут редкий случай, когда циничное убийство не поддержали даже союзники Трампа. Премьер-министр Канады потребовал объяснений от американской стороны. В законности действий США усомнились и эксперты Бундестага. Трамп окрестил Сулеймани террористом номер один. На деле генерал был известен своим вкладом в борьбу с ИГИЛ. Это признавали и в США. Причина, по которой мы увидели так много негативных реакций по поводу убийства генерала Косема Сулеймани, заключалась в том, что он был известен как человек, который на самом деле несколько раз блокировал ИГИЛ. В Иране Сулеймани был национальным героем. О нем слагали стихи и песни, снимали фильмы. Сын бедного крестьянина. Он когда-то работал осенизатором, чистил канализационные люки, чтобы выплатить долг отца за земельный участок. Иранская революция круто изменила жизнь Сулеймани. Он прославился в 80-е во время войны Ирака с Ираном. Сулеймани спас и нашего военного летчика в ноябре 2015 года. В ноябре 2015 года, как вы знаете, турецкие ВВС противоправно сбили наш самолет Су-24. Оба пилота смогли катапультироваться на территорию, занятую бандитами. Одного пилота расстреляли в воздухе. Второй смог скрыться. И операцию по его спасению планировал лично Сулеймани. С экономившей жизни и наших солдат-офицеров в Сирии, и американских солдат-офицеров в Ираке по жертве подлого абсолютно теракта. Проститься с генералом пришли 25 миллионов человек. Похоронные шествия проходили в пяти городах Ирана. В Германии произошла давка. Люди готовы были умереть, лишь бы приблизиться к гробу святого героя-мученика. Плакаты, слезы, гнев. Смерть Сулеймани – огромное неподдельное горе для иранского народа. Мы должны отомстить. Сулеймани был нашим героем. Они убили его. Почему? Ответ из первых уст. Все из-за атаки на наше посольство в Багдаде. Вы видели эти кадры, когда мужчины и несколько женщин окружили тогда посольство? Стучали в окна, пытались пробраться внутрь. Но я думаю, что потом были бы еще четыре посольства. Могли бы быть военные базы, могло бы быть и много других вещей. Это было неизбежно. Трамп стабильно демонстрировал очень сильную неприязнь к иранской внешней военной политике. Акция убийства высокопоставленного иранского деятеля, он надеялся, будет воспринята позитивно в Соединенных Штатах, отвлечет внимание от процесса импичмента и продемонстрирует решимость, волю президента США как верховного главнокомандующего. А получилось с точностью, да наоборот. Палата представителей, где большинство у демократов, приняла резолюцию, в которой ограничила право Трампа вести военные действия против Ирана, а также передала дело об импичменте в Сенат. Большинство американцев против этого убийства. Вопрос в том, стоило ли убивать генерала и рисковать эскалацией с Ираном или нет. Рассуждение президента о том, почему он убил генерала, сводится к единственному аргументу. Доверяйте нам. Нам это, конечно, президенту Трампу, госсекретарю Майку Помпео и министру обороны США Марку Эсперу. Американские СМИ проверили, была ли реальная угроза для жизни американцев в Ираке. Выяснилось – нет. Никто не понимает, чем руководствовался Трамп, принимая такое решение. У министра обороны не было никаких аргументов, кроме как «я доверяю президенту, мы в сумасшедшем доме». Министр обороны США в телевизионном эфире вновь и вновь повторяет, что слепо верит президенту. Президент не предоставил доказательств. Он сказал, ему кажется, что есть угроза. Я не видел угроз для наших посольств, но я верю президенту. Есть версия, что решение об уничтожении Сулеймани Трамп принял с подачи Майка Помпео. Была целая серия надвигающихся атак, которые планировали с генералом Сулеймани. Но мы не знаем точно, когда и где. После убийства легендарного генерала градус ненависти в Иране зашкаливал. Над главной мечетью в Тегеране подняли красный флаг – символ войны. Парламентарии Ирана скандировали. «Смерть Америки! Смерть Америки!» Президент Ирана Хасан Рухани пообещал любыми средствами выдворить американцев из региона. «Вы в случае с генералом Сулеймани отрезали руку. Мы же отрежем вам ноги в нашем регионе». Парламент Ирака потребовал вывести с иракских баз американские войска. «Трамп продемонстрировал абсолютное неуважение к международному законодательству. Трамп совершил военное преступление». В соответствии с уставом ООН, Иран ответил на агрессию, ударив по базам США в Ираке. Цель – нанести максимальный материальный ущерб, но обойтись без людских потерь. Об авиаударах заранее известили иракскую сторону. Американцы успели спрятаться в убежищах, в которых, по словам очевидцев, рыдали от страха. При обстрелах не пострадал ни один американец, если не считать того, что многим натовским воякам потребовалась помощь психолога. «Все ждали, что после тех ударов, которые по американским базам нанесли иранцы, Соединенные Штаты в ответ все-таки нанесут какой-то удар по территории Ирана. Но этого не произошло. Неожиданно Трамп отыграл назад. Он, видимо, очень тщательно измерил пульс общественного мнения и понял, что Соединенные Штаты в лице подавляющей части населения не приемлют новой войны». В 2011-м миллиардер Трамп выступал с резкой критикой своего предшественника Барака Обамы. «Наш президент начнет войну с Ираном, потому что он не способен вести переговоры. Он слаб и неэффективен. И он полагает, что его переизберут, только если он начнет войну с Ираном. Разве это не жалкое зрелище?» Президентское кресло магическим образом меняет амбиции верховных главнокомандующих США. При угрозе импичмента Клинтон наносил ракетные удары. Дональд Трамп не исключение. Велик соблазн удержаться у власти с помощью маленькой победоносной войны. Но на этот раз игра президентов-героев вылилась в реальную угрозу для США и для всего мира. Об этом тревожно говорит лидер демократа в Сенате Чак Шумер. «Я беспокоюсь, что импульсивные действия президента и отсутствие стратегии во внешней политике втянет нас в войну». Профессор Тегеранского университета Мохаммед Маранди дает неутешительные для США прогнозы. «Я не думаю, что Соединенные Штаты могут выиграть войну против Ирана. США потерпели неудачу против сломленного и гораздо меньшего Ирака. Иран очень могущественная страна, и у Ирана есть очень много могущественных союзников». Трамп победоносно заявляет, что Иран отступил и США в выигрыше. Но таким победным речам мало кто верит даже в его собственной стране. Пример Ирана показал всему миру – можно дать отпор международному гангстерству и выстоять. Тегеран не забыл оскорбления, он не горячится, проявляя взвешенность. Ведь месть, как известно, блюда, которые подают холодным. Ольга Яковлева, Владимир Мачхин, Аналитическая программа.